Одно из самых загадочных мест Самары старинная ливневая канализация в Струковском саду. Она принадлежала основателю пивоваренного завода Альфреду фон Вакана. Внутри ливневка выложена красным кирпичом и больше похожа на подземелье замка. Резные двери, балконы необычной формы и винтовая лестница. Фон Вакана на свои средства в начале 20 века построил в городе канализацию. Проект разрабатывал английский инженер Линдли. Тогда дождевая система приема сточных вод была сделана до улицы Полевой. В период послевоенной город ушел дальше, появился новый район Безымянка. При застройке по остаточному принципу финансировались такие объекты, как система дождевой канализации. И получилось так, что в некоторых районах города современных у нас по сей день отсутствует дождевая сеть. Действительно, дождевая сеть не опутывает весь город. Сейчас системы это 350 километров труб, более 5000 дождеприемников и 8000 смотровых колодцев. За последние три года муниципальное предприятие инженерной системы реконструировало и переложило порядка 5 километров сетей. До этого времени аварийные участки дождевой канализации никогда не меняли. В планах строительства совершенно новых ливневок. В тех районах, где их не было никогда. В планах на 2014 год, конечно же, проектирование сетей. Мы планируем разработать проект на строительство коллектора по улице Литвинова. Это восточный поселок, знаете, это давняя проблема. Кроме далеко идущих планов, работа круглогодичная, рутинная, но очень важная. Очистка сетей и коллекторов. Зимой ливневки готовят к весеннему паводку. Проливают дождеприемники горячей водой и прочищают трубы. Вывоз снега внутри кварталов позволяет уменьшить потоки воды во время таяния. Там, откачивать специальной техникой. Гидродинамическая машина за счет давления воды промывает каналы, а насос откачивает грязь. За смену иногда из колодцев удаляют около трех с половиной тонн. С дорог много грязи натикает, песка. Бывает мы сзади не 100-150 метров пройдем, а бывает на 20 метрах стоишь неделю. Чем больше коллектор, тем больше грязи скапливается. Осенью и зимой чистка ливневок продолжается. Для этого используют и современные технологии. Этой малышке не страшны ни грязь, ни вода. Камера проникает в подземелье и фиксирует все несовершенства труб на 30 метров в одну и на 30 в другую сторону. Потом все видео просматривают на компьютере и решают, в каком месте нужен ремонт, а где не до конца прочищена ливневка. Без современных технологий не обходится ни одна чистная операция. Работа пошла быстрее, говорит мастер, но ее и значительно прибавилось. Камера видит все. С фонариком спускаться приходилось в колодец, на страховке. Человека надо было спускать с фотоаппаратом. А так сейчас с камерой намного проще. Просто уже даже бригаду не надо привозить. То есть человека спускать надо его страховать, сейчас не надо страховать. Это плановые работы, которые ведутся круглосуточно с начала лета. Было прочищено порядка 58 километров сетей дождевой канализации, отремонтировано более тысячи колодцев. Также работа проводилась по очистке колодцев. Было принято без хозяйных сетей порядка 7 километров. Соответственно, вот к декабрю месяцу эти сети восстановлены, чтобы в поводок они могли нормально функционировать. Семь самарских мостов и 10 путепроводов. За их состояние МП-инженерная система следит круглый год. В обслуживании искусственных сооружений есть своя сезонность. Чем меньше грязи, тем больше долговечества происходит. Меньше трещин на ригелях. И получается, мы производим также осмотры с них, чтобы не было трещин, никаких повреждений. Передные ограждения у нас также весной мы их моем. Смотрим, в каком они состоянии. Проверяется. Если есть необходимость, то мы их окрашиваем. Не только под облаками приходится работать сотрудникам предприятия. Порой спускаются и под землю. В этом году отремонтировали переходные пересечения проспекта Кирова и улицы Теннисная. Да вот здесь вот приходили, да. Старались вечером уже здесь не ходить. Опасно было ходить. Света не было. Чуть-чуть темно уже боишься идти, потому что там встречают. Бывало даже 4 часа избивали людей. В приоритете УМП инженерные системы и ремонт коммуникации под автомобильными дорогами. Нам был предоставлен департаментом благоустройства и экологии перечень дорог, которые планируется отремонтировать в 2015 году. И мы заведомо уже проявили техническую инвентаризацию сетей дождевой канализации, которая находится на этих участках. И в 2015 году мы планируем синхронизировать работы с подрядными организациями, которые будут проводить ремонт дорог, чтобы параллельно с ними производить где-то ремонт колодцев, где-то перекладку участков сетей, которые именно требуют ремонта. Решить все проблемы водоотведения в городе планируется к 2018 году. Не только приведут в порядок имеющиеся сети, но и построят новые, необходимые. До 2018 года инженерные системы должны принять на свой баланс почти 40 километров бесхозных сетей. Так в Самаре практически не останется необслуживаемых участков.